И всем привет, друзья, с вами Кратофан. И сегодня я буду выживать 100 дней на ультракрутой сборке с драконами. Как вы можете догадаться, там установлен Ice and Fire. Но это еще не все, ведь там есть такие глобальные моды, как Ботания, Immersive Engineering и прочие очень-очень крутые моды, которые добавляют новые биомы, новые ресурсы, новую броню, новое оружие и многое другое. В этом выживании у меня будет целых две цели. Во-первых, это вырастить собственного огромного дракона. И также убить Гаю из мода Ботании. Ну а мы давайте начнем. Появился я около моря на какой-то полянке с лавандой. Это довольно красивое место и мне оно понравилось. Но я решил двигаться вперед и в первую очередь добывать дерево. Что же еще делать? Нужно сначала сделать себе первые инструменты. Я добыл свое дерево, еще выпала какая-то мне винтер сквэш, я не понял, что это такое. И решил сделать верстак. Потом скрафтил себе палки и сделал первые инструменты. Это был топор и также кирка. После я начал добывать далее дерево и когда его сломал, я очень радовался, будто бы убил дракона. Но это только начало. Затем я подобрал саженцы и заметил то, что здесь выпали необычные, а еще какие-то цветущие. Ну в общем-то я сломал верстак, поставил обратно лаванду на ее место и побежал далее. По пути я убивал овец и затем я встретил вот таких вот непонятных существ. Они плавали в море и я решил к ним подплыть. Это оказались какие-то павлины что ли. Я в итоге их решил убить и оказывается с них выпадает мясо и также перьям. Что показалось мне очень полезным и я решил их всех-всех перебить. Очень странно кстати то, что они просто плавали в воде, они где-то ходили по полю. Что они там делали честно я не понимаю. Но меня в принципе это не смущало и я хотел есть. Затем я побежал далее и вдруг встретил каких-то новых динозавров. Я их поначалу испугался и начал их страниц, потому что они на меня наложили эффект медлительности. И причем закричали довольно громко, что меня очень сильно пугало. Я в итоге решил их немножко обойти, вот так здесь обхожу через деревья. И вот я заметил тростник, не смог удержаться и все-таки его сломал. И к счастью они на меня не напали и я смог убежать. Побежал я в сторону леса, такого большого, мне было очень интересно что же там находится. И вдруг на меня нападает такой кабан, он причем очень маленький и очень быстрый. Да и урон тоже наносит очень хороший такой, посмотрите он мне буквально пол жизни все снес. Я взял в свои руки бревна и захотел строить их под себя, но мне мешало лаванды, поэтому у меня ничего не получалось. Но в итоге у меня все-таки кое-как получилось, я здесь все бегу-бегу. И вот, да-да-да, очень много поставил блоков, но в итоге у меня все получилось и я смог от него так сказать огородиться. Потом взял себе в руки топорик деревянный и начал его дубасить. У него хп оказалось не так-то много и я его довольно быстро убил. После боя я решил перекусить это винтер с квэшем, я так понял это какая-то тыква что ли, непонятной формы. После нашел дерево, я так понял с грушей и начал ее активно добывать. Она оказалась довольно питательной и в принципе мне понравилась. Но потом я увидел еще какое-то страшное волосатое существо и я решил просто зарыться и понял то, что мне надо срочно добыть камень, чтобы сделать себе свои инструменты каменные. Потому что деревянные совершенно неэффективные, да и меча у меня не было. Я сделал северстаг, скрафтился по бустому меч, каменную кирку и начал добывать ресурсы. Потому что там я заметил еще не только камень, но еще и новую руду из иммерсив инжиниринг, это медная руда. Я предположил то, что из него можно будет сделать броню, поэтому я ее также добывал. Немного покопавшись, я решил уже наконец-то отсюда вылезти и заметил то, что начало вечереть. Но я взял свой меч и напал на то страшное волосатое существо. Это оказался какой-то медведь, причем черный медведь. Но он был почему-то немного тупенький и меня совершенно не бил, я очень-очень быстро его убил. Я побежал дальше и нашел небольшую пещерку. Ну как небольшую, даже в виде наверное расщельной такой. Там я заметил вход в пещеру, уже такую подземную так сказать. И также немножко руды. Я добыл медную руду и еще даже угольной руды. Вот так я пошел в эту пещеру, сделал себе крафтинг стол и скрафтил свою первую печку. Поставил ее и положил в нее уголь вместе с медью. Потому что я как раз таки рассчитывал себе сделать броню. Затем я еще себе немножко добыл булыжника и сделал дополнительные печки. И поставил их плавить всякую руду. Но пока не плавили, я решил время не терять зря и пошел дальше в пещеру. Она казалась совершенно не глубокой, я там добыл немножко железа, еще меди. И в итоге побежал обратно к моим печкам. К этому времени они почти уже все переплавили. Я в них также начал загружать другие руды. И сделал себе свою первую медную броню. Сделал себе сначала шлем, нагрудник, штанишки. И мне оказывается даже и на ботинки хватило. И вышло так, то что у меня даже появилось новое сердечко. Потому что это свойство как раз таки этой брони. И вот первый день прошел. Наступило утро и время уже приходило к тому, чтобы переезжать с этого места. Потому что естественно здесь я жить не хотел. Я съел яблоко, пока что я был вегетарианцем здесь. И пошел дальше. По пути я убивал всяких овец, потому что они мне нужны были для того, чтобы себе сделать кровать в первую очередь. Либо же даже какой-нибудь рюкзак. И также убивал всяких других существ, чтобы добыть себе еды. И вот я снова наткнулся на какого-то дракона без крыльев. Он снова на меня наложил медлительность и даже напал. Он оказался очень быстрый и причем урон наносил также довольно хороший. Даже с моей броней. Я в итоге от него убежал и он быстро от меня отстал. И вот я наткнулся опять на какую-то пещеру. Там я заметил то, что она была довольно богатая. И начал добывать только железо. Потому что я хотел себе сделать железную броню, железный меч, железные вообще все инструменты. Чтобы у меня было все отлично. И я точно мог дать всем отпор. Немного оттуда отбежав я нашел свою первую деревню. Я очень добрый обрадовался, потому что думал, что там найду очень много всяких интересных ресурсов, которые мне помогут. В итоге я, кстати, наткнулся на какой-то новый пьедестал или табилист, как его назвать. Потом поместил туда свой меч и не понял, что такое с ним творится. Я думал, что он станет каким-то очень сильным. Но в итоге я его забрал и ничего с ним не произошло. Даже он не починился. Видимо, он работает как-то немножко по-другому. Потом я нашел сено и начал его сразу же добывать. Потому что из него можно будет сделать очень много хлеба. Затем я нашел какой-то опять же новый дом из какого-то мода Mana and Artifice. Мне писали то, что этот мод похож очень на Арсмагику, но я до сих пор, кстати, в нем не разбирался. Я там нашел какой-то сундук и в нем оказались какие-то непонятные ресурсы. И я их решил даже не брать, потому что только зря, думаю, свой инвентарь засорю. Потом я нашел еще коров и очень сильно обрадовался, потому что они дают кожу. А кожа мне нужна была для того, чтобы сделать в итоге себе рюкзак. Пройдя немного дальше, я нашел жителей, которые торгуют. Но, к сожалению, трейды у него были не очень-то хорошие. И я просто решил от него пойти дальше. Я зашел в какой-то домик и там оказалось три хлеба и, в принципе, все, что мне нужно было. И потом вдруг, откуда ни возьмись, на меня напал еще один кабан. Я не знаю, откуда они берутся, но, видимо, это будет мой злейший враг номер один во всей этой части. Около деревни находился склеп из мода Ice and Fire. И я решил в него зайти. Немного осмотревшись, я в итоге вошел в него, открыл сундук и, ничего не взяв, почему-то я начал дубасть этого призрака. И в итоге положил там свою кожу, которая мне нужна была, и за мной гнались два призрака. Они были довольно сильные, причем чуть не убили меня. Но в итоге я смог их убить и забрал свою кожу. Забрав все-все-все, что там было, в том числе и из деревни, я решил двинуться дальше. Потому что делать мне там было больше нечего. Ведь нужно искать драконов и убивать их. В итоге я наткнулся на какого-то циклопа. Он оказался очень опасным, и я даже не захотел к нему идти. Я нашел его овец. Они, кстати, очень странно там располагались, как-то друг в друге. Я их быстренько перебил и решил убежать от него. Потому что я просто не хотел с ним связываться, ведь он был очень сильный. И вот, пока я бежал, уже наступил вечер. И начали спауниться просто огромное количество мобов. Всякие зомби, пауки, скелеты, даже призраки были. Но я не растерялся и начал фармить. Потому что мне нужно было нафармить как можно больше ниток, чтобы сделать себе уже наконец-то лук и убить циклопа. Ведь это была также моя одна из задач. Я поставил верстак и сделал себе лодку. Потому что хотел подальше уплыть от этого острова. И в итоге заметил такой холмик слева. Я на него что-то засмотрелся и в итоге смотрите, что происходит. Меня просто притягивает сирена, которая там находилась. Но я сразу же взял себе меч в руки и также щит. И очень быстро с ним справился, она оказалась не такой-то и сильной. К сожалению, с ней не выпала ее слеза, но в принципе я и не расстроился. На утро следующего дня я наконец-то приблизился к какому-то берегу. Он оказался довольно-таки большим, я решил здесь высадиться. В итоге я поставил верстак и сделал себе наконец-то рюкзак. Потому что рессов было много и надо было их куда-то девать. Рюкзак оказался не такой-то и вместительный, но в перспективе его может быть улучшить и он будет просто огромным. Я побежал дальше и встретил каких-то очень маленьких дракончиков и также огромного циклопа, который на меня заагрился. Но к счастью я смог от него довольно быстро убежать. И я решил сразу же добыть как можно больше ниток и сделал себе лук. Но потом понял, что у меня нету стрел и надо где-то добыть себе кремень. Но в итоге я очень быстро забил, потому что искать этот гравий был мне просто лень. Я побежал дальше сквозь лес и в итоге прибежал даже в какую-то пустыню что ли. Там валялся огромный скелет громового дракона. Я его сразу же залутал, но к сожалению ничего из костей его не мог сделать. Потому что у меня просто не было костей-иссушителей, которые как раз таки нужны для создания меча, кирок и подобного. Скелеты кстати встречались довольно часто. И я каждый из них лутал, чтобы добыть себе как можно больше этих костей. В итоге я набрел на сторожевую башню разбойников. Я хотел ее зарейдить, но в итоге понял то, что пора бы лучше поспать, а то вдруг я даже умру. И в итоге сюда не смогу вернуться. Я себе соорудил небольшое такое логово, поставил там печку, верстак. И в итоге понял то, что у меня нету просто шерсти для того, чтобы сделать кровать. Я побежал, нашел такой вот заброшенный портал, добыл там себе немножко золота, залутал сундук. На другом берегу находился такой большой зомби. Я сначала не понял то, что это было большой зомби и думал, что это просто мне так показалось. Но потом к нему приблизился, увидел его размер, его хп, и оказалось то, что он был не таким-то и опасным. Овец я не нашел, но в итоге догадался до очень крутого хода. Я просто взял и спер эту шерсть у разбойников. В итоге поставил дверь, сделал кровать и лег спать. Проснувшись, я сразу же начал готовиться к рейду. Сделал себе железный топор, чтобы их всех перерубить, выкинул ненужные предметы и побежал на этих разбойников. Их оказалось там довольно много, и они все стреляли из арбалетов. Это было довольно жестко, и я защищался просто от них при помощи щита. И это, кстати, сработало, и я довольно быстро их всех перебил. Сзади их башни я обнаружил какой-то сундук. По-моему, раньше такого не было, и скорее всего это добавляет какой-то мод. В нем в итоге ничего такого и не было, и я пошел в саму сторожевую башню. Нашел там, кстати, картошку, что очень важно, ведь я картофан. Залотал ее всю и сразу же положил себе в рюкзак, чтобы ее случайно не съесть. Я пошел выше, там также валялась картошка, морковка и даже были чародейские книги. И там была также очень крутая книга на бесконечный колчан. Она мне как раз-таки очень бы помогла, чтобы я просто не красил себе каждый раз эти стрелы. Залотав всю башню, побежал к выходу, и там меня встречало просто опять же огромное количество этих разбойников. В том числе и разбойников вместе с этим флагом. В итоге я заработал сейчас уже второе дурное знамение и даже третье. Потом я решил забрать у них шерсть и пошел далее. Приближав к какой-то лес, я нашел постройку. Не понял, что это такое, там была какая-то стойка и также еще плавильня. Я понял, что у меня руды нету, которые я мог бы переплавить, и пошел далее. И оказалось то, что это была деревня. Но знаете что? Как только я в нее зашел, сразу же начался рейд, потому что у меня было дурное знамение. Но я все-таки не растерялся и начал сначала лутать деревню, чтобы у меня хотя бы что-то было для того, чтобы я смог справиться с этим рейдом. Приближав к домой с домику, я начал бить этих рейдеров, всяких разбойников, вот этих вот. И в итоге, угадайте что? Я просто взял и лег спать. На следующее утро я резко выскочил из дома и хотел уже всех перебивать. Но в итоге нашел арбалет на тройной выстрел. И вдруг на меня набежали какие-то криперы. Эти криперы были очень жесткие и очень неприятные. И кстати, их спавнил вот этот вот грифер, который вы сейчас видите. Этот грифер оказался довольно опасным и я его сразу же убил. И с него выпали какие-то споры криперов. Я пока что не знал, что с ними делать и в итоге встретился с каким-то поборником, который очень-очень сильно меня пробивал, буквально всю мою броню. И мог вынести меня буквально с двух ударов. В итоге я забрался на скалу и начал оттуда всех расстреливать. Но потом я спустился и на меня напал просто какой-то огромный человек с огромным мечом. Но к счастью я его смог убить и из него выбил какой-то большой меч. Головорез. Я так понимаю, при помощи него в будущем я смогу выбивать головы. Потом вообще наступила следующая волна и пришел вот этот вот разрушитель. Он оказался также очень сильным и я решил его отвезти далеко от этой деревни. И в итоге даже вывел его на лед. На этом льду он перемещался довольно плохо. И при помощи арбалета я его смог убить. С него кстати выпало одно седло, которое я потом планирую использовать на лошади. Я вернулся в деревню и казалось то, что там появились не только всякие разбойники, но и даже ведьмы. Но в итоге я все-таки смог зайти в этот дом, застроился и лег спать. На утро следующего дня я продолжил сражаться с этим рейдом. Я решил не высовываться и стрелять во всех вот таким образом из арбалета. В итоге я даже забрался на крышу этого здания и начал всех расстреливать оттуда. Но меня очень быстро скинули. И к счастью к этому времени я уже всех перебил и мне больше ничего не угрожало. И рейд был отбит. Причем рейд состоящий из трех волн. Я решил до конца залутать всю эту деревню, даже всю пшеницу сломал, которая здесь росла. И после этого рейда я понял то, что у меня просто недостаточно вооруженности, а именно брони и также оружия. И я решил пойти в шахту. Добывал очень много железа, чтобы из него сделать потом себе крутую броню. Уголь добывал, вообще все-все-все, все что видел добывал. И даже набрел на вот такую вот заброшенную шахту. Немного попродив, я даже нашел какой-то заброшенный данжен. Вы только посмотрите, здесь какие-то ступеньки и там внутри комната. В ней даже есть сундук, в который есть различные предметы. Это мод Эйдолон, также очень похожий на Арсмагику, короче связанный с магией. Также в ней нашел другие полезные ресурсы и пошел куда-то далее. Нажал на какую-то кнопку и это оказалось какая-то ловушка. В итоге там взорвалось тенты и в принципе мне ничего плохого не нанеслось. Потом я решил то, что эти книжные полки мне пригодятся и решил их сломать, чтобы потом использовать в очаровальном столе. Золота, все это подземелье, я пошел далее и нашел наконец-то свои первые алмазы. Аж целых 4 штуки. Я тогда очень обрадовался и даже нашел еще и лазурит, который мне потом пригодится для очарования. Потом еще немного попродив по этой шахте, я нашел еще одну данжен. Смотрите, там течет лава, я сейчас ее уберу и закопаюсь туда. И в итоге смотрите, это еще какое-то подземелье, в котором находится тот огромный зомби, который мы с вами видели буквально несколько дней назад. Я залота несколько сундуков, зашел в плавильню, положил сразу же туда все железо, чтобы все переплавить и сделать себе броню. Там я заметил какой-то еще один проход, который был закрыт паутиной. Я туда зашел и оказалась там какая-то лестница. Я по ней начал подниматься, встретил какого-то зомби, которого быстренько убил, и также на самом верху был зомби в паутине. И там была какая-то дырка. В итоге я смотрю, и там оказывается большое количество кадавров. Я их очень испугался и буквально чуть ли не упал с этой лестницы. Даже вот смотрите, упал. Я быстренько закрыл проход и решил все-таки убить этого большого зомби и залутать тот сундучок, который там находился. И в итоге там я нашел из полезного это только считать, что золотое яблоко. Потом я сделал себе наковальню и наконец-то зачаровал свой лук на бесконечный колчан и также на прочность, что я думаю очень важно для него. Потом я починил свой, так сказать, боевой топорик и пошел на этих кадавров. Поднимаясь по лестнице, меня там пока что никто не встречал, что было очень круто. Я переправил все, что у меня было и забрался к ним в комнату. В итоге, смотрите, там находился один спаунер и, к сожалению, мне нужно было так застроиться, чтобы просто меня там никто не убил. Но, к счастью, я подобрался к этому спаунеру, сломал его и под ним был сундук, в котором я нашел чародейский стол, чему я очень сильно обрадовался и пошел обратно за железом. Затем я вышел из того данжена и начал добывать еще больше алмазов, потому что они мне нужны были для крутой брони. Ведь пока что у меня других вариантов и не было. Мне, кстати, на алмазы очень сильно везло. И когда я ломал лазурит, я опять упал в какой-то данжен, где был скелет и также куча призраков. В итоге я набрел на какую-то очень интересную комнату, где были эти призраки. Они на меня напали и чуть было не убили. Их было целых три штуки, но все-таки я вспомнил, что у меня есть крутой щит, которым я защищался, и в итоге смог от них отбиться. Я пошел обратно в ту комнату, и там, по сути-то, ничего и не было. Только какие-то растяжки, опять же, призраки спавнились, столбы какие-то и какая-то непонятная ненужная броня. Пошел, а значит, дальше и нашел еще таких, опять же, огромных громил зомби. Я решил к ним не идти, а просто немножко их обкопать и в итоге залутать их в сундучок, чтобы с ними просто не сражаться и не тратить зря время. После этого я решил выйти уже, наконец-то, из пещеры, пойти навстречу новым приключениям и убивать драконов. Выкопался я, к счастью, в каком-то лесу, и причем даже утром, что мне было на руку. Я поел и побежал дальше по лесу, но счастье мое длилось недолго, и я в итоге опять нашел своих излейших врагов, кабанов. Я их, конечно же, перебил, и в итоге набрел даже на каких-то волков. Впервые их здесь вижу, но они оказались также не очень-то опасные, и в итоге бой с ними был прост. Пройдя немного далее, я нашел какой-то заброшенный дом. К счастью, там врагов не было, я закрыл дверь, и смотрите, там были, опять же, какие-то артефакты из Mana and Artifice. Я решил их также не брать, потому что я не знал даже, что с ними делать. И смотрите, какие приборы там были в центре. Там была наковальня, это кузня, или как там, стол кузнеца, короче. Потом также были другие очень полезные приборы, даже плавильни были. Короче, этот дом просто супер-пупер, и я решил сделать себе алмазную броню. Сделал себе, значит, алмазный нагрудник, и также... Сделал себе, значит, алмазный нагрудник, который себе сразу же зачаровал. Также я себе сделал, в первую очередь, алмазный меч. И в итоге на оставшиеся алмазы я решил сделать себе шлем, потому что штаны у меня уже были зачарены, ботинки не такие крутые, как шлем, и поэтому я сделал его. Также я понял то, что пора уже прокачать свой рюкзак, потому что места там практически-то и нету. И теперь посмотрите, он буквально как двойной сундук, что я считаю очень круто. Также на три алмаза, которые у меня остались, я себе сделал алмазную кирку, чтобы просто копать намного быстрее. Потом я заметил то, что пошел дождь, и поэтому я решил сделать себе кровать и уснул. На следующее утро я проснулся, посмотрел в окошко, и дождь закончился. Тогда я решил переплавить себе как можно больше еды и забрал все приборы. А именно, тут кузнечный столик, наковальню, вышел из дома и пошел навстречу приключениям. Правда, потом я вспомнил то, что я забыл кровать и решил за ней вернуться. Теперь-то точно можно идти. Пока я бежал, я встретил еще одного циклопа. Я хотел, уже было пройти через него, но потом все-таки не удержался и начал его атаковать. Прямо из лука и своего бесконечного лука. Надо же было все-таки его еще раз протестить. Сражался я с ним, как всегда, очень долго, потому что урон ему проходит очень плохо, ведь броня у него довольно сильная, и сам он довольно жирный. Стрелял я ему, как всегда, в глаз, но почему-то у меня не получалось ему никак ему его выколоть. Я не знаю, почему, может, у меня какая-то версия не там, или что-то поменяли, я не знаю, честно. Но почему-то у меня вообще не получилось это сделать. В итоге я набрел на какую-то деревню. Я решил то, что там мне все-таки помогут какие-нибудь защитники, они же все-таки там есть. Но в итоге мне никто и так и не смог помочь, потому что я туда его привел, и никто даже не обращал на это внимания, даже железный голем стоял в сторонке. И в итоге я прибегнул к своей любимой тактике. Это я запрыгнул на крышу дома и решил оттуда его расстреливать. У него хп уже к тому времени осталось не так-то много, поэтому у меня это очень быстро вышло. В итоге с него выпал глаз, который я сразу же себе поместил в руку, потому что он будет ослаблять всех противников. И, конечно же, я решил его сразу же протестировать. Тестировать я его решил на том маленьком дракончике, который без крыльев, который так вот громко кричит и наносит медлительность. Сражение оказалось с ним довольно простым, потому что он не наносил вообще никакого урона мне, да и хп у него было мало. Но по итогу боя с него практически ничего не выпало, кроме какого-то мяса. В одушевленной победе я очень яростно побежал к дракону, который находился около деревни. Он был огненным, впрочем-то как и всегда. И сразу же меня поджег. Я начал с ним сражаться и урон мне проходил довольно-таки хороший, а ему и практически ничего не наносил. И потом я резко понял то, что я забыл сделать ведро воды. Я от него отбежал, сделал себе ведро, набрал в него воду и вернулся к дракону. К тому времени оказалось то, что он уже пришел в деревню и начал там все крушить. И я в свою очередь принялся защищать эту деревню. Бой был довольно сложным, потому что огонь этот постоянно меня поджигал. Но потом я взял топорик того поборника на остроту и быстренько прибил его. Я тогда очень сильно радовался победы над ним, потому что это был мой первый дракон, который я убил собственноручно. Я его быстренько залутал, собрал его всю чешую, все кости и даже голову. Выпало, кстати, в итоге 15 чешуи, из которых я в итоге себе решил сделать броню. А именно ботинки, которые были довольно мощные, и также штанишки, потому что вверх у меня весь был алмазный, а как раз таки ботинки и штаны были и железом. И я посчитал более рациональным сделать себе их из чешуи дракона. Потом я сразу же побежал лутать его логовом. Ведь я знаю то, что там могут попасться довольно хорошие ресурсы. Но, к сожалению, с полезным я там, наверное, нашел только 3 изумруда и также 2 алмаза. В итоге начался дождь, я пришел обратно в деревню и лег спать. На следующее утро я, как ни странно, проснулся и сразу же побежал из деревни искать еще больше драконов, чтобы их убивать. Я бежал довольно долго и в итоге набрел на какую-то полянку. Там я видел летал дракон и был его логовом. Но вдруг на меня нападает Василиск, откуда ни возьмись. Я просто даже не понимал, где он находится. Потому что меня просто накладывалось тошно там и наносился урон. Я подбирался все ближе к логову и, к счастью, дракон еще не подлетал, чтобы было мне на руку. Ведь Василиск и дракон это вообще было бы жесть. И в итоге я заметил эту Василиска. Сражаться, конечно же, смотря на него, нельзя было. Поэтому я нажал на F5 и подождал, пока он ко мне приблизится. В итоге он ко мне подбежал и я его быстренько забил при помощи топора. Причем в ближнем бою он мне практически не наносил урона. В итоге откуда-то взялся еще один Василиск. Я его тоже быстренько прибил и с него уже выпал его глаз. Потом из него я себе планирую сделать очень крутой посох, который будет также высасывать жизненную энергию из всех существ. В итоге я забрался в пещерку, поставил там факел, кровать и лег спать. Ведь нужно было отдохнуть перед боем с драконом. Проснувшись, я вышел из пещеры и начал искать дракона. Я заметил какой-то костер, который догорал от его огненного дыхания и пошел к его логову. И оказалось то, что он там как раз таки и находился. Я начал с ним сражаться. Сначала при помощи меча, но в итоге взял свой топорик на страту 1 и начал также его дубасить. К счастью, он никуда не отлетал и это было мне очень на руку. Ведь при помощи лука его расстреливать практически невозможно. В итоге я прыгнул в какую-то лужицу, чтобы просто остановить горение и наконец убил этого дракона. Залутал его, также выбил с него много чешуи, костей всяких, его череп и подумал сделать себе даже полный сет драконевой брони. Ну и с драконей чешуи, но в итоге я подумал то, что у меня все-таки моя алмазная броня зачарена и посчитал то, что это делать не стоит. Ведь мой сет будет намного сильнее, чем просто сет из чешуи дракона. Но как же я ошибался. Потом я пошел лутать его логово, в итоге ничего там практически-то полезного не нашел, кроме как наверное обсидиана. Золото я решил его не лутать, потому что мне оно по сути-то не нужно было и пошел дальше навстречу приключениям. Шел я очень долго-долго, но в итоге я набрел еще на одного дракона, который сражался уже с циклопом. Зрелище было очень интересное. Я хотел было пойти лутать логово, но все-таки решил помочь циклопу и подубасил дракона. Потому что циклопа-то я точно убью, а вот с драконом проблемки будут. Но в итоге, к сожалению, дракон победил и циклопа он убил. И потом мне пришлось с ним сражаться одному. Расстреливал я его из лука, было очень-очень сложно. Но в итоге, к счастью, я его смог убить. И после этого боя, того, как он вокруг меня летал и стрелял в меня огнем, я понял то, что мне нужно сделать полный содраконьевой брони. Потому что она будет защищать от огненного дыхания. Ну и вообще даже от всего дыхания драконов. И поэтому я решил себе сделать нагрудник и также шлем из драконей чешуи. Правда вышло немножко другого цвета, но в принципе это никак не влияет на ее функциональность. Только если на эстетику. В итоге здесь я вам так хвастаюсь, что у меня есть крутая драконевая броня. Потом я побежал в его логово и начал его лутать. В итоге там ничего опять полезного не нашел, кроме как железка немножко и немного обсидиана. Я побежал дальше. И в итоге набрил еще на дно логово драконов. Что-то они мне прям очень часто начали встречаться. Я его хотел опять же залутать. Думал, что дракон ничего не увидит, но вдруг в меня летит огонь. Он меня поджигает, я под себя разливаю воду. И в итоге с ним сражение длилось очень долго, аж даже до вечера. Но к счастью я его смог убить, я его залутал, залутал его все логово, ничего там полезного не нашел и побежал дальше. В итоге я опять бежал довольно долго и наконец-то нашел какую-то деревню. Поел свининки немножко и начал ее лутать. Ресурсов там практически никаких не нашел, но вот кстати, что прикольно, нашел какой-то новый домик. Это добавляется, я так понял, и Мерсов Инжиниринг. В итоге я там опять ничего полезного не нашел. Пришел в какой-то домик, предложил изумруджителю, чтобы он освободил мне место. В итоге я его просто скинул и лег спать. Вот наступил новый день, я снова проснулся и принялся лутать деревню. А именно, как всегда, добывать свою любимую стену, чтобы сделать потом много-много хлеба. Там, кстати, я нашел также какую-то Леофану, которая немножко летала как-то в воздухе какую-то за корючкой. Потом в итоге я себе сделал много хлеба и решил, что пора бы пойти уже наконец-то в ад. Сделал себе портал, поджег его и пошел телепортироваться. Мне очень сильно повезло, и мой портал оказался прямо около крепости. Я сразу же начал в него взбираться и пошел лутать много черепов, скелетов и сушителей, и также их костей. Потому что эти кости мне нужны для создания крутого костяного меча, а именно из костей дракона. Я также нашел там спаунеров ритиков и решил также пофармить их, потому что я в последующем планирую, возможно, пойти даже и на дракона края. Там еще у меня встретил какой-то злой грибочек, который был реально злым очень, и наносил мне урон. Но, к счастью, я быстро с ним справился, в итоге всех перебил, добыл себе достаточное количество палок, также костей, голов высушителя и пошел домой. Когда я переместился обратно, оказалось то, что прошло несколько дней, уже была ночь и я решил снова спать. Проснувшись, я сразу же себе начал делать меч из драконьих костей, но решил его пока что не использовать, потому что я хотел себе сделать его сразу же зачарованным. А именно, хотя бы каким-нибудь огненным, чтобы он просто всех поджигал и также наносил больше урона. Еще из этих костей и сушителей я себе решил сделать крутую палку из глаза Василиска, которая будет высасывать всю жизненную энергию из целей, прямо так же, как и Василиск. Ну и естественно, я был бы не я, если бы я не пошел ее сразу же тестить. Я нашел себе цель видеть циклопа. Я начал высасывать из него жизни, но в итоге он меня схватил и чуть было не убил, осталось полсердечка. Это было очень опасно и в итоге я от него быстренько убежал. Бежал-бежал я от него и в итоге я заметил то, что он не умеет плавать и просто стоять на берегу. Я встал на кувшинку, начал его расстреливать и в итоге вспомнил то, что у меня есть моя палка и решил его убить при помощи этой палки. В итоге у меня это вышло и из этого циклопа практически ничего не выпало. Затем я снова оттуда побежал, потому что мне должен был найти уже наконец-то дракона и взять его кровь. Вообще абсолютно любую. Но в итоге, пока я шел, я наткнулся на пикси, которые у меня воровали предметы и в итоге, по-моему, сперли даже целый стак железа. Пропажу которого я обнаружил потом. И так же около этих пикси находился замок или как его назвать, где обитает Гаргоном. Я решил ее убить, сделал себе повязку для глаз, нажал на рычаг и пошел в ее подземелье. Я боялся то, что она меня убьет, но, к счастью, там была вода и это, по-моему, кстати, баг именно генерации на 1.16. И убивать ее было совершенно просто, у нее было всего лишь-то 50 здоровьем. Она меня практически никак не дамажила и уж тем более не превращала в камень, потому что у меня была повязка. Я ее очень быстро убил и забрал ее голову. Выбежав из той постройки, я заметил какой-то разбитый корабль, который разбился прямо об это здание. Я в него зашел и почему-то у меня сундучок не открывался. Потом я его разбил и оказалось то, что это был просто пролаг. Я там ничего полезного не нашел, кроме как карты сокровищ, убил пикси и пошел дальше. Бежал-бежал я и в итоге набрел опять на какую-то деревню. И, кстати, мне очень сильно повезло то, что около этой деревни находился опять дракон. Его логово и дракон где-то там бегал. Я решил, как всегда, попытаться сначала залутать его логовом, но в итоге на меня напал этот дракон и мне пришлось его бить. Сражение с ним было довольно простым, потому что у него было немного хп, да и я уже был подготовлен. В итоге я его смог застрелить при помощи лука. И я вспомнил то, что мне нужно было сделать именно кровь драконам. Для этого я добыл себе песка и также немножко добыл себе булыжником из разбитого дома. Думаю, что он им больше не пригодится. Потом сделал себе печку, поставил туда плавится песок, забрал свое стекло и, наконец, сделал такие пузырьки. В итоге при помощи этих пузырьков я забрал кровь из дракона, кстати, трех пузырьков мне даже не хватило, ее оказалось большим, и сделал себе, наконец, свой меч. Крутой огненный меч, и только посмотрите, какой я теперь крутой. Затем, по традиции, я пошел лутать всю деревню, а именно добывать сену, чтобы, опять же, себе пополнить свой запас хлеба. Хлеба я сделал, опять же, довольно много, практически два стака. Потом я хотел поспать, но потом увидел жители, они что-то там делали, я не понял ничего, столкнул жителя и лег спать. На следующее утро меня вдруг осенило, я вспомнил, что у меня есть крутой мод Ботания. Я решил себе добыть как можно больше шерсти, чтобы сделать в итоге такой вот кулек для цветков, куда буду их складывать и в итоге там хранить. Также себе решил улучшить свой рюкзак до максимального размера, большого. Теперь он просто очень-очень сильно вместительный, и я думаю, что его хватит мне до конца выживания. Затем я потратил несколько дней на добычу огромного количества цветов из Ботании, чтобы потом у меня не возникло проблем с их добычей. И я смог спокойно дойти до Гаи и убить его. После этого я нашел деревню. В этой деревне я решил как раз-таки обосноваться, и там, кстати, были циклопы, с которыми мне пришлось справиться, чтобы просто там спать спокойно, так сказать. Я в итоге применял свою крутую палочку и очень быстро их убивал. Но с них, кстати, ничего такого-то и не падало. Потом я решил залутать всю эту деревню, добыл себе как можно больше хлеба, опять же, картошки там насобирал, сено. В итоге наступил вечер, и я лег спать. На следующее утро я призадумался. Меч у меня есть, всякие артефакты есть, броня есть. И пора бы уже, наверное, пойти на Большого Дракона, убить его, и выбить с него яйца, чтобы в итоге вырастить своего. Копался очень-очень долго, буквально несколько дней. Но в итоге, наконец-то, наконец-то я нашел Дракона. И знали бы вы какого. Тактики борьбы, сразу же скажу, у меня с ним не было. Но я решил пойти, так сказать, через тыл, обкопать его, и сначала залутать все сундуки. Это была очень заманчивая идея, потому что я бы тогда себе залутал очень крутые книжки, которые, кстати, у него в пещере реально очень крутые. Зачалил бы себе все, и реально стал бы очень сильным. Там, кстати, ходили всякие зомби, которых я в итоге подстреливал при помощи лука. И, к счастью, пока что Дракон не просыпался. Но потом я начал двигаться, и вижу то, что этот Дракон поднимается. Я очень сильно тогда испугался. Я буквально побежал обратно в пещеру, и я уже слышал, как блоки ломались от его движений. Я реально начал прям копаться очень далеко, чтобы он меня просто сейчас не убил. Ведь он был просто огромный, и урон бы наносил очень большой. И тут я вспомнил, что когда я копался, я нашел различные зачаровательные книги. Я сделал себе верстак, поставил себе наковальню, и посмотрел, какие очаровательные книги у меня есть. У меня была одна книга на защиту. И я себе решил зачаровать нагрудник, потому что я посчитал, что он будет лучше всего меня защищать. Также у меня была какая-то книжка на Ярость Берсерка 3. Я не знал, что это такое, и я подумал, что это можно нанести на мой меч. Но в итоге ничего не вышло, не знаю из-за чего, куда это все наносить, я точно и не понял до сих пор. И, в общем-то, у меня ничего не вышло. И в итоге я так и пошел со своим одним чаром на защиту 4, на этого Дракона. Когда я подбежал к его логову, там его уже не было. Я так и не понял, куда он делся, а потом смотрю, и он прокопал там просто огромную шахту куда-то вперед. Точнее, вбок. Я начал ломать блок, и вы только посмотрите, как он много там вырыл. Он там где-то сверху улетал, и вроде бы меня пока что не бил. То есть, он на меня не заагрился. И это было очень круто, ведь он освободил считать, что всю шахту я мог ее полностью залутать. А он летал пока что там сверху. Я решил зачистить всю эту пещеру от мобов, и залутал ее. Я там нашел самые различные крутые чаровательные книжки, и также другой полезный лут. Я считаю, что сейчас мне очень сильно повезло, и если бы не этот момент, то я бы просто умер. Залутав всю эту шахту, зачаровав себе всю броню вообще на все, что смог, я решил взять лук и начал расстреливать этого Дракона. Поначалу я не понимал, я в него попадал или нет, к нему в итоге подошел я, и вроде бы начал его расстреливать, и понял то, что он как-то там застрял. Но потом к нему что-то начал как-то подвигаться, он начал меня как-то дубасти, и в итоге начал на меня кричать своим огненным дыханием. Я очень сильно тогда испугался, потому что этот Дракон был очень сильный. Потом в итоге я его смог кое-как забагать еще, я его там немножко расстреливал, но в итоге это длилось так же недолго, и он в меня опять пальнул своим огнем. После этого я решил вообще задействовать все свои ресурсы, и сделал себе золотые яблоки, потому что у меня больше не было других выходов. В итоге штук 12 я себе сделал, и начал опять же на него нападать. Расстреливал его как мог, сражался с ним как мог, в итоге у него оставалось около сотни ХП уже, и вроде бы у меня даже все получалось. Потом он что-то начал взлетать, я его все дубасил-дубасил, какие-то там шахты проделывал, все ходил вокруг меня, ломал все стены, вообще просто дикий Дракон был, но в итоге наконец-то я его смог убить. Это был огромный Дракон, у которого было 240 жизней. Это было довольно много, и с такими я еще не встречался в этом вживании. Я его начал лутать, с него выпала чешуя, потом кости, потом его череп. И я понял, что это была не самка, а это был самец, и я зря его убивал, и мне надо искать еще одного Дракона. В итоге я починил всю свою броню, инструменты и оружие, и пошел искать дальше других Драконов, уже Самку. Прошло еще, наверное, дней 8, и наконец-то я нашел еще одного Дракона, и на этот раз я надеюсь, что это будет Самка. К этому моменту я себе уже зачарил всю броню, потому что я лутал также и другие всякие данжи, там находил всякие книги, и наконец-то у меня есть теперь крутая броня. На этот раз даже уже на огнеупорность, что я думаю, очень сильно поможет мне в сражении с этим Драконом. Эта шахта была довольно маленькая, что говорит о том, что этот Дракон Самка, и также крылья были без пятен, что также говорит об этом. Поэтому у меня были все надежды, что с этого Дракона выпадет хотя бы одно яйцо. Сражался с этим Драконом я также очень долго, и вот наконец-то я его победил. Сделал несколько контрольных выстрелов, и все, Дракон точно мертв. Затем я пошел тушить весь пожар, чтобы точно лут не сгорел, и яйцо, если оно выпадет, было в целости сохранности. И потом, наконец-то я пошел его лутать, и я видел, когда я его лутал, то, что с него выпало яйцо. Я очень сильно обрадовался, и потом, когда я пошел подбирать, я увидел то, что выпало очень много чешуи, и вот раз яйцо бронзовое, я тогда очень сильно обрадовался, это означает то, что практически задание то, которое я себе сделал на это выживание, выполнено. И потом, когда я все подбирал, я увидел то, что я подобрал еще одно яйцо. Таким образом, у нас есть целых два яйца бронзовых, то есть огненных Драконов. То есть даже есть шанс то, что мы сможем вырастить самку и самца, и в итоге их размножать. Потом я отведал того огненного мяса, я поджегся, и мне оно совершенно не понравилось. И, наконец, я пошел лутать эту пещеру. Там ресурсов практически никаких нужных не было, но в итоге я вспомнил то, что у меня есть крутая кирка на удачу 3, из той книги, которую я также нашел где-то в данжах. И я решил себе подобывать как можно больше изумрудов, чтобы потом торговать, возможно, жителями. Потом, наконец-то, добыв эти яйца, я пошел выкапываться на поверхность. Я надеюсь, что мне получится выкопаться не где-то в море, а в нормальной местности. И да, мне повезло, я выкопался буквально около деревни. Я в нее побежал и по традиции пошел добывать как можно больше сена. Хотя перед этим я взял яйца и начал вам хвастаться. Смотрите, какой я крутой с двумя яйцами такой здесь. Вот я здесь все прыгаю, прыгаю, хвастаюсь, и, наконец, иду лутать эту деревню. Добываю много-много сена, чтобы сделать себе, опять же, очень много хлеба и питаться им. Ведь хлеб всему голова, как говорится, да? В итоге я пришел в дом, скрафтил хлеб, скинул жителя с кровати и лег спать. Все, 50-й день закончен. Ну вот как-то так. Вот такая вышла первая часть. Знали бы вы, сколько времени я потратил на создание этого видео. Просто только посчитайте, 100 дней это 33 часа реального времени. 50 дней это, следовательно, около 16 часов реального времени. И это только съемка. Еще монтаж занял около 6 часов. И озвучка также где-то часов 6, потому что очень трудно делать это все синхронно вместе с видео рядом. Из этого можно понять то, что я очень сильно старался. И если тебе не лень, то, пожалуйста, поставь лайк и поделись этим видео со своим другом. И также огромное спасибо то, что ты досмотрел это видео до конца. Потому что оно длится 36 минут, и это просто огромное количество для одного видосика там. Поэтому ты просто огромный молодец. И я тебе просто благодарен. Ну а если ты хочешь продолжения, тогда обязательно подписывайся, ставь лайк, пиши комментарий, то, что ты хочешь продолжения. И делись этим видео со своими друзьями. Тогда я пойму то, что именно тебе это надо. И займусь созданием второй части. Все, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok